Алиса, Алиса, я восхищаюсь твоей стеной. Я смотрю на свою стену, а там последние записи в духе женщина не может родить жеребенка, потому что она не может его выносить, поэтому ребенок таков. То есть там какая-то совершенная дичь, которая на самом деле не смешная, то есть я просто так записываю и собственно к вечеру. Я говорю, Соня, помнишь, мы тебе рассказывали, когда мы приехали в Новосибирск и встретили парочку, которая оказалась там, чтобы проколоть соски? То есть это все отдельная история, то, что я рассказываю, понимаете, это не то, что это какой-то стендап, это просто вот люди зачем-то этой херней страдают. Вот мы приехали, мы ездили в Состоку по Сибири, вот этим августом. Мы выехали из Нижнего Новгорода, доехали до Байкала, это просто русские мусульманы. Завернулись, значит, на Алтай и обратно в Нижний Новгород разъехались. И, значит, когда мы были в Новосибирске, это было уже на обратном пути, мы, это вообще очень смешно, мы попали на эту хату, но мы не попали. Мы едли в Барнауле с каким-то мусульманином. Значит, было это так, я пошла искать туалет, потому что очень хотелось. И в это время я оставила Аню за правду, говорю, Аня, лови, пожалуйста, машину хоть где-нибудь, а то уже надоело и все. Она стоит, ловит машину, я возвращаюсь, Аня уже такая с машиной, там какой-то мужик, ну, на заднюю стене двое детей, я такая, ну, клево садимся, двое детей. И мы, значит, едем-едем, оказывается, что это мужчина мусульманин ФСБшник, очень милый человек, вот, и дети его хотят кушать. И мы заезжаем в кафе. Мы заезжаем в кафе, девочка хочет шашлык, причем там так очень применилось у меня отношение, потому что он к сыну относится так. Слушай, ты заткнись, вообще ты мужик будешь. Девочка так, доченька, доченька, ты чего так хочешь, мы вообще все обсадим, да? Вот, вот не так, как обычно, ну, на Сливан смотрят. И, в общем, мы заходим в кафе, а там шашлык только из свинины, они его, естественно, берут. Дочка раздроилась, а мы с вами, естественно, берем, потому что мы хотим мясо. Вот, и мы сидим, жрем на шашлык из свинины, и там дети такие, папа, папа, как они могут, это же свинин. Они так, вот, гореть в воду, папа сидит, вот так, дети, это неприлично, пожалуйста, хватит. Мы такие, ммм, какой вкусный шашлык из свинины, бле. Значит, потом мы подъезжаем, это уже проехали Барнаул, там это Новосибирск, совсем ничего. И тут я вспоминаю, что мы вообще, я не заглядывала на каучсерк, у нас негде ночевать, мы едем в сторону Новосибирска, уже темно, нам негде ночевать. Вот, и я начинаю просто писать в группу ВКонтакте, а я каучсерк, но так пользуюсь только через группу ВКонтакте. Начинаю писать всем людям, просто, извини, вы, короче, такие-то автостопщики, на сцене посмотри, срочно, пожалуйста, вот где вы поспать мне. Вот, и пишет какой-то чувак, но кто-то пишет, нет, кто-то пишет, извини, нужно было раньше, кто-то говорит, да, конечно, там через полтора часа подъедем, нас четверо, мы едем по парам, другие вообще там ночью в 4 утра, извините. Вот, и какой-то чувак пишет, вот вы знаете, я типа автостопщиков-то принимаю, да, у меня сейчас вообще-то в городе нет, я сейчас в Томске где-то, у меня ключ там под сапогом, берите. Все нормально. Мы такие, ну ладно, мы такие, ключ под сапогом, нас заходят на квартиру, мы заходим, а там еще одни жильцы. Вот, и это были жильцы, они рисовали какие-то кришнаистские странные штуки, вот, и, собственно, вот потом утром мы просыпаемся от того, что приходят два школьника. Заходят в школьную комнату, в которую нам достался плющ под сапогом, и говорят, мы едем на Сибирск, что, а, откуда они приехали? Ну, что-то откуда-то они приехали, там километров триста, вот, и причем город нормальный, чтобы проколоть соски. Это было совершенно необязательно, не надо для того, чтобы проколоть соски, и вот, собственно, теперь эта девушка мне пишет, что очень смешно. Вы хотите, чтобы я узнал еще одну историю? Да, хорошо. Ну, в общем, что было перед Новосибирском? Это, собственно, я, для того же объем, сказать, вышло, как-то не дошла от меня. Вот. Мы ехали с Байкала, и вообще мы хотели поехать куда? Может, в Ашкирию или в... В Монголию. В Монголию. Нет, не в Монголию, куда? В Гулятию. В Гулятию, о, Гулятию, Средний Пут. Вот, мы хотели, как, в Гулятию? Мы приборились на Байкал, там, значит, были дожди, там вообще было очень холодно, через три дня после того, как мы уехали, было солнце, естественно. Мы хотели поехать в Гулятию, там начались ливники, затопило нахрен, мы решили поехать на Алтай. Вот, но перед Алтай не позорились, потому что у нас была девочка, и это, опять же, абсолютно реальная история. Это была девочка, которая по дороге потеряла, сначала она потеряла свой свитер, еще это пенку, спальник, она тоже потеряла. Она потеряла паспорт и деньги чуть позже, она потеряла плеер, она уронила из фуры айфона, когда он разбился, она потеряла деньги несколько раз. Хорошо, что она забыла дома карточку в первый же день, ее бабушка прислала деньги мне, я их продавала по частям. Я была этим, на самом деле, очень рада, потому что иначе у нее просто ничего не было, мы платили за нее постоянно. Вот, и мы поссорились за того, кто будет с ней ехать. Я очень обиделась на то, что ехать, опять же, было у меня. Я была просто непомерно зла, и мы стояли на развилке, там одна дорога шла на Таштабул, одна дорога шла на Пронаук. Вот, и мы не могли поймать машину на Таштабул. Я была такая зла, я вообще хотела все, с девчонками больше не общаюсь, вот они там пусть вдвоем ехать, куда хотят. Вот, а у нас реально не ловится. Я говорю, Кристина, давай ловить машину в обе стороны. На самом деле, на Тереское озеро машину, ну, можно было доехать и так, и так. Вот, но та дорога, которая вторая, она была длиннее. Вот, и мы стоим, ловим машину в обе стороны, и сразу же, естественно, устанавливается машина на Барнаул. Вот, мы в нее садимся, нас доводят к ночи, мы подъезжаем в Горную Алтайскую. В Горную Алтайскую есть такая замечательная чертака, а учетовника там просто нет, абсолютно. То есть, у нас не было варианта кому-то написать. Вот, и как мы вообще заехали в Алтайскую Республику? Мы, значит, садимся, мы ловим машину. Кристина ищет свитер у дальнобойщика, который уже собирал себя к спать. Она ее только разбудила и начинает, извините, можно еще раз свитер поищу. Я ловлю машину, там два мужика сидят, там я с ним поговорила, вроде нормально сидеть можно, короче. Они там уже ждут ее, а она там ищет свитер. Наконец-то она запрыгнула Кристина сразу засыпает. Это тоже отвратительная черта, ненавижу из-за этого. То есть, ты едешь такой, в сутки разговариваешь с водителями, она говорит, у меня спина болит, спать хочу так. Вот. И, значит, эти мужики, они только узнали, что мы первый раз на Алтайе. Они такие, а там у нас красная, они такие, видите, мы, мы такие увидим. Так это время активности вампиров. Они, чё? Мы, Алис Сергеевна, где я сказала. Ну, понимаете, вот шли, мы как-то шли, значит, по Катуни. Мы там были на турбазе, на базе отдыха, вот, а она навстречу вампира. Мы от него убежали, но вы аккуратней. А вампир, они такие, что-то с красными глазами, с длинными руками. И, собственно, вот эти старые, запомните ли, она не просто так. Что-то дело, это самая история, которую я хотела рассказать и уйти. Вот. Значит, они становятся, ну, мужики оказались классные, они становятся у нас на заправке. А город Алтайск, это очень глухое местечко. Там заправка, там какие-то две палки вообще торчат. И они говорят, ну, мы подождем, посадим вас туда, и только потом уедем. И остановился какой-то парень. Вот. И они говорят, ну, что, парень, догинь их до города. Вот. Парень такой, ну, давайте до города, там пять минут я тут осталась. Мы ему вкратце объясняли, потому что мы такие очень кратко. И говорим, остановился где-нибудь, где можно палатку разбить. Вот. Он говорит, и что вы палатку разбивать будете? Поехали ко мне. А мы такие, а что мы поехали к тебе? И поехали к нему. На самом деле, у нас такое уже было, мы как-то остались ночевать у замечательного зэка. Вот. Но тогда, тогда, было очень весело. Мы приехали, там парни пьют. Четверо парней, мы две девушки. Но вот это, как-то странно, обошлось. То есть все нормально. С тремя парнями мы нашли вовский язык, там все, рассказываем свои истории. Вот. Что-то мы пьем чайок, они пьют какую-то браку. И сидит еще один, какой-то странный человек с красными глазами и длинными руками. Он сидит в углу. Херачит коньяк. Причем все херачит браку, он херачит коньяк. Он туда не выходит. И вот пару раз подошел хозяин, и такой, типа, все нормально. Он четко кивнул ему. Он, наверное, никак не разговаривал. Вот. И, значит, он так же вдруг уснул. Но мы тоже легли спать. Сейчас проснулись от какого-то будильника. Ну, вот. Там что-то проводили двух парней. А там был хозяин, которому успел ночью бросить девушку. И он тоже начал питься. Ночью с ним напился. Уснул. Он двухэтажный. У него там родители уехали, но он уснул наверху в своей комнате. И закрыл дверь на тучи. Это тоже важно. Вот. И, значит, вот эти два парня ушли. И мы думаем, ну что, а мы тогда тоже пойдем? А что нам? И в это время того, как мы собираемся, у нас такие огромные походные пузыки. Просыпается, чувак из угла. И он такой встает, подходит к нам вот так вот. Он просто невменяемый взгляд. И говорит, вы кто? Мы такие, в смысле вы кто? Извините. Мы как-то путешественники. Нас привезли сюда. Он такой, что вы делаете вдоль моего друга? Все, мы уже уходим. До свидания. Не хочет с вами общаться. И тут он идет на кухню. Берет огромный кухонный нож, встает обратно в нас и говорит, пока вы мне не объясните, что вы делаете вдоль моего друга, этот пенсионный голосом странным, вот я вас отсюда не выпущу. И начинает бегать перед нами этим ножом. Но это уже было не очень страшно, это было немножко страшно. Но нам как бы дело было нечего, она пришла столько убегать. Мы стучимся в комнату хозяина, а он не открывает. Он спит, он там пьяный. На противе еще одна комната. Мы в нее сбегаем. Вот мы сбегаем. Мы вообще не даем. Хорошо. Вот это все. Вот я и закончу и уйду. Вот. Мы начинаем бегать в комнату и скрываемся. Он начинает долбиться. Вот знаете, у меня такое образовалась такая странная философия во время этого пути. Вот ты приехал на эту письму, тебе не нужно тратить все время зря, тебе нельзя тратить силы зря, потому что ты знаешь, что неизвестно, когда, где ты застряешь. Я понимаю, что сейчас нам нет смысла уходить с комнаты в какой-то стороны чувак. Хозяин не проснется, нет. Я говорю, Кристина, давай поспием. Он тут долго сам ходил. Вот. Можете спать. Но у нас как бы не получается это сделать, потому что я слышал, что дверь трещит. И вот тогда мой мозг начал работать очень странно. Я не могу это объяснить. Я не знаю, почему это сделала. Но я поняла, что он сейчас его любит. Так, поэтому я встала, открыла дверь аккуратно, легла обратно. И так скрывается. Долбоем, дверь открыта. Вот. И на самом деле это вело его в некое задлуждение. Потому что он ходит. Он понимает, что дверь была открыта. И видимо забывает, а на хрена он в нее долбился. Потом он начинает спияться. Знаете, мне кажется, у него была белочка. И утекает. Я как-то поэтому обратно говорю, ну ладно, давай дальше спать. А что еще делать-то? Вот. Но потом мы слышим шорох снизу. А снизу шорох оттуда, как бы дверь приоткрыта осталась, я бы не рисковала уставать с кровати, да? Там, где как раз лежат наши походные рюкзаки. И мы понимаем, что надо спуститься и проверить, что там вообще не так. Мы спускаемся, а там нет моего походного рюкзака. И стоит этот странный чувак с красными глазами, с длинными руками, как как у ампира, с ножом кухонным. И говорит, ха-ха-ха, теперь ищи свой рюкзак. А я думаю, что он не взял мою сумочку. А в моей сумочке был электрошокер нож. И у меня как бы, я не знаю, почему я это сделала, что я могла там доказать, но я взяла в одну руку электрошокер в другую нож и сказала, сука, где мой рюкзак? Но он мне не ответил. И дальше все было как плохой комедий. Потому что вот он идет на меня с этим гухонным ножом. Я нажимаю на шокер. Он как собака на заправке просто отскакивает назад. Не знаю, почему, но его так боялся. Он был не такой страшный. Я очень уверена, что он мог вырубить этот шокер. Вот. И я иду в это время искать рюкзак. Я там наклоняюсь куда-нибудь, чтобы посмотреть с каким-то диваном. В это время он сзади подкрывается. Придстилка, че, сзади? Вот. В это время у меня шокер начинает садиться. Я смотрю, рюкзак нашла, но он просто вот так накрыл глаза, становится напротив входа и вот так размахивает ножом. Говорит, все, мозг не пустим. А там сзади только туалет. Собственно, он только туда и оставалось. Вот он стоит в туалете, а у меня начинает работать походная философия. Я говорю, ну, давай, простите за вас, а? Мы в туалете, давай зубы почистим. Зубы чистим. Зубы чистим. Я чувствовала, понимаете, вот как бы походная философия походной философии, но как бы он опять начинает побывать вещи, он выглядит нам лучше не станет. Я понимаю, что надо придется выходить. Но моя подруга так не думала. А она, ну, знаете, я вам уже рассказала о том, что она потеряла, это вообще отдельный персонаж. Она говорит, Алиси, я не выйду на улицу с грязной головой. У-у-у-у! А вы понимаете, что у кого у меня никогда я в этой истории находилась? Потому что когда там чувак с ножом, она как день выйдет на улицу с грязной головой, а я понимаю, что я сейчас начну ее переубеждать, что она начнется ее исцелить, у меня там я буду просто между мягкие. Я говорю, хорошо, мой голубь нет. Я покажу, и начинаю его отвлекать. У меня шокер уже почти сел. И наконец, когда вот он вот прям вот садится, она там чё-то выглядывает вот из двери, и говорит, все, Алиси, я все, можем идти. Я думаю, ну наконец-то. Вот, и она, ну, вытягивает рюкзаки, я вот время отвлекаю. Я просто успеваю выйти, когда шокер все, вот он уже не работает, я закрываю дверь на плющик, он там торчал наружу, и выкидываю его. И только потом, вот я подумала, что там же был хозяин, который любился, уснул, в принципе, ничего не виноват. Я защищалась, я поняла, что он пойдет за нами. Но все-таки я до сих пор не знаю, что было с тем хозяином. Вот это уже грустно. Да, сумме все. Спасибо.